Тяжело в учении, легко в бою. Таков девиз ивановских спасателей. В среду они привели очередные пожарно-тактические учения, на этот раз в здании ЦКИО. Условное возгорание произошло из-за короткого замыкания одного из осветительных приборов сцены, в результате чего загорелись декорации. Задача огнеборцев – найти очаг и как можно скорее локализовать его. Вот эти помещения у нас не перекрываются. То есть ваша задача непосредственно подать ствол на защиту. Вот эти помещения. То есть ствол не подавать, а чисто дать и контроль. Контроль стен. Вот эти вот. Понял, да? То есть как ходишь, направо и коридор. Все помещения, которые проходят. Давай ствол. Выходите на место, как рукава. Сейчас берем. Помимо тренировки пожарных, в тушении условного огня была проведена и тренировка для спасательного отряда. Пострадавшего, роль которого исполнял манекен, эвакуировали с крыши здания на специальную надувную конструкцию. Спасатели называют ее «Куб жизни». Данное приспособление называется пневматическое прыжковое спасательное устройство, предназначенное для эвакуации людей с высоты приблизительно до трехэтажного здания. В данном случае мы разворачивали данный «Куб жизни», чтобы показать, что вот у нас он есть, показать, как он работает и, соответственно, самим потренировать. Очаг возгорания был обнаружен и локализован пожарными за 29 минут. Результат неплохой, особенно учитывая, что зданию присвоен третий уровень сложности. Однако в реальности все могло бы быть по-другому. По временным показателям, конечно, это хорошее, но действительно, конечно, все бывает гораздо дольше, потому что много нюансов, какие-то бывают недоработки, какие-то поломки, выходы из строя, непредвиденные обстоятельства. Сейчас это показаны и учения, здесь показывают просто ход самих действий, правильность принятия управленческих решений рукой для тушения пожара, правильная расстановка сил и средств, своевременность изредоточения на месте пожара. Здесь процесс обучения идет. Как процесс обучения, я считаю, что на высоком уровне все прошло, и, скажем, поставленные цели достигнуты. А это главное, ведь основная цель учения – отработать наилучший сценарий борьбы с пожаром и спасение людей, что, собственно, и было сделано. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова